Друзья, приветствуем вас на нашем канале! В современной ситуации, где российский автомобильный рынок состоит в основном из автомобилей иностранных производителей, в памяти многих всплывают некоторые нереализованные проекты, которые когда-то принадлежали отечественным компаниям. Одним из таких ярких примеров в этом контексте является «Волга». В свое время легковые седаны от «Газа» были абсолютными лидерами продаж в нашей стране. Модели типа «ГАЗ-21» и «ГАЗ-24» пользовались огромной популярностью, отличаясь от «Москвичей» и «Жигулей» более премиальным статусом. Эти автомобили символизировали престиж и статус, а их надежность и комфорт делали их еще более желанными. А перед тем, как мы продолжим рассказ, не забудьте подписаться на канал, у нас много интересного. В 90-е годы на конвейере Горьковского автозавода начали собирать «ГАЗ-31». Амбициозный проект, который приковал внимание многих автолюбителей. Этот новый виток развития «Волги» обещал привнести нечто новое и свежее. Современный и стильный экстерьер, а также комфортабельный салон, которые были на шаг впереди отечественных конкурентов. Однако, несмотря на все усилия и надежды, упадок, в который погрузилась экономика всей страны в это тяжелое время, оказал сильное влияние на судьбу этого проекта. В условиях экономического кризиса компании было трудно сохранить производство легковых автомобилей на конвейере. Под давлением внешних обстоятельств разработчики вынуждены были принять тяжелое решение об отказе от выпуска данной модели «Волги». Это был не только удар для самих разработчиков, но и потеря потенциально успешного продукта, который мог бы стать популярным у граждан и принести компании прибыль. Важно также упомянуть и историю самого бренда Горьковского автозавода «ГАЗ». Данная компания начала свою историю в 1932 году как автомобильный завод, специализирующийся на производстве автомобилей и грузовиков. Завод изначально производил лицензионные модели «Форд», но во время Второй мировой войны переключился на военную технику. После войны «ГАЗ» вновь начал выпуск гражданских автомобилей, ставших широко известными, таких как «Победа», «Волга» и «Соболь». С течением времени «ГАЗ» стал крупнейшим производителем коммерческого транспорта в нашей стране, играя значительную роль в развитии отечественной автомобильной промышленности. Возвращаясь к линейке «ГАЗ-31», нужно сказать, что представители бренда хотели обновить модель 3102, не сбавляя темпы производства. В этом стремлении компания обратилась за помощью к высококвалифицированным специалистам «Дизайн-ателье», которым была поручена задача преображения как внешности, так и интерьера автомобиля. Этот шаг был определен стремлением к инновациям, в то время как сохранение производства демонстрировало готовность компании к долгосрочной перспективе на рынке. Планировалось, что эксперты по дизайну внесут значимые изменения, улучшающие автомобиль как внешне, так и внутренне. В соответствии с требованиями современных потребителей и с учетом текущих тенденций в автомобильной индустрии. Этот проект должен был вдохнуть новую жизнь в знаковый автомобиль «ГАЗ-3102», приспособив его к изменяющимся требованиям и вкусам клиентов. Здесь также хочется рассказать об интересном факте в модельном ряду «ГАЗа». Традиционно для легковых моделей «ГАЗ» новые элементы стабилизации кузова, новую КПП и даже АБС перед постановкой новых «Волк» в серию обкатывали в большей степени на «ГАЗ-3102» и в меньшей на других машинах. «ГАЗ-3102» таким образом, оставаясь серийной, часто выпускалась совершенно непохожей одна на другую. Пример. В конце декабря 2005 года на «ГАЗ-31025» впервые установлены зеркала со встроенными повторителями поворотов. Передние крылья повторителей лишились. Ту же операцию проделали на «ГАЗ-3105», но только в 2006. В новой версии «Волги» проведены значительные изменения, касающиеся как внешнего вида, так и технических характеристик автомобиля. В числе основных модификаций стоит отметить переработку решетки радиатора и капота, придавшую автомобилю более современный вид. Оптика автомобиля также претерпела изменения, получив светодиодное исполнение. Кроме того, был разработан и установлен новый обвес. В результате этих мероприятий удалось сделать «Волгу» более современной и привлекательной для потенциальных покупателей, при этом сохранив ее общий узнаваемый облик. Новая модель избавилась от ранее характерных углов и прямых линий, приобретая более плавные и стремительные формы, что придает ей дополнительную эстетическую привлекательность. Важным дополнением к обновленной «Волге» стали уникальные литые диски, разработанные специально для этой модели, подчеркивающие ее индивидуальность и эксклюзивность. Знали ли вы о том, что в модельном ряду легковых автомобилей ГАЗ была такая машина, как ГАЗ-31025? Как вам такой дизайн? Пишите свое мнение в комментариях, а мы продолжаем. Касаясь технических характеристик, можно сказать, что линейка двигателей была разнообразна. Двигатель ЗМЗ-402 не устанавливался на ГАЗ-31025 после 2003-го. Машины имели более высокую цену, нежели ГАЗ-3105. И покупатели, выбравшие более статусную машину, не поняли бы промаха с карбюраторным двигателем. Также на ГАЗ-31025 завод не устанавливал дизели, скорее всего по тем же маркетинговым соображениям. Нередко встречаются машины с ЗМЗ-4052-10. Были и варианты с двигателями от Ford Scorpio и даже от Chrysler. Для установки последнего приходилось изменять поперечину подвески. Помимо всех описанных изменений, внимание разработчиков было обращено и на салон Волги. Здесь были внедрены значительные улучшения, призванные сделать путешествия более комфортными и приятными для водителя и пассажиров. В результате этой работы передняя панель была дополнена декоративной отделкой. Был пересмотрен дизайн селектора трансмиссии и центрального тоннеля, чтобы обеспечить более эргономичное расположение и лучшее управление автомобилем. Очевидно, что эти изменения были проведены с учетом пожеланий и предпочтений потенциальных владельцев, что добавило Волге привлекательности. Несмотря на то, что с момента внедрения описанных выше изменений прошло уже почти два десятилетия, машина до сих пор сохраняет свою актуальность и привлекательность. Ее нестандартный внешний вид продолжает привлекать внимание автолюбителей и специалистов автомобильной индустрии. Многие из них, ознакомленные с этим проектом еще на ранних стадиях его разработки, считали, что после подобного рестайлинга Волга смогла бы успешно конкурировать с премиальными моделями бренда Chrysler. Однако, несмотря на высокие ожидания и потенциал этой модели, она так и осталась лишь эксклюзивной разработкой, не перейдя в серийное производство. Таким образом, ГАЗ 31025 в заводском исполнении рестайлинг – очень редкая машина. Вряд ли число выпущенных экземпляров превысило 2000 штук. С учетом недавних событий, когда многие иностранные автомобильные бренды прекратили свое присутствие на российском авторынке или приостановили производство своих моделей на территории нашей страны, компания ГАЗ имеет уникальную возможность вернуться к рассмотрению данного проекта Волги. По сути, это открывает двери к новым перспективам и возможностям для развития отечественной автомобильной индустрии. Обновленный вариант Волги может быть преобразован и модернизирован с учетом последних технологических достижений и требований рынка. На этом наш рассказ завершается. Благодарю за просмотр. Поделитесь в комментариях вашим мнением по данному проекту. Стали бы вы рассматривать подобный автомобиль к покупке? Может быть у вас есть история, связанная с эксплуатацией такого авто? Будет интересно узнать ваши истории и что вы думаете об этом проекте. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok